Здравствуйте, друзья, садоводы. На всякий случай еще раз представлюсь. Железа Владимира Константиновича, лучший сад Сибири, расположен в деревне Красный Хутор Шушенского района Красноярского края. И сегодня мы будем продолжать именно такую рубрику, новую, это всего лишь второй фильм, о том, что надо бы нам расширить, наверное, расширить аудиторию таким путем. Есть слабослышащие, есть слабовидящие. И вот мне подсказали такую тему. А давайте, Владимир Константинович, прокомментируйте свои собственные статьи. Статьи были выпущены 5-10 лет назад, они не потеряли актуальность. Раньше, что я добавил фотографии свежие. И надо говорить не только о тех роскошных, огромных плодах абрикосов 100-120 грамм, яблониц 500 грамм, или там груши даже 500 грамм, и все лучшее, все сладкое. Но и о более скромных сортах, не забывая, что уж если я живу в Сибири, то на юге. А Казахстан 500 грамм на север. Вот так. Вот. И поэтому мы будем беседовать именно в таком ключе. Давайте попробуем. Поехали. Так. Сегодняшняя тема. Загадочные сеансы в маньчжурских абрикосах. Мифов, реальности и на фото. Переписка с друзьями. Вот. Для меня поводом было это письмо. Я тут раздобыл погибший саженец от. Название питомника я дипломатично убрал железу. Поняли, да? Почему? Потому что не так на ладан дышит. Куплен был в 2008 году. Каждую зиму отмерзал по уровень снега. Сорт восторг. Читаю в интернете об этом сорте. Сеяница сорта пикантный. Странное название для фрукта. Читаю про пикантный. Сеяниц маньчжурского абрикоса. Вот и вся научная селекция. Косточки в землю накидать. И отобрать, чтобы более-менее съедобное. Вот и новый сорт. А с этого сорта можно опять костик накидать. Еще один сорт. Благо абрикос позволяет. Да, есть такое дело. Вот. Побольше посеять, выбрать и назвать нам сортом. Ну, правда, надо все-таки это, если наука достаточно нудная, достаточно терпеливая, то надо вырастить несколько поколений. Вот. И потом все это можно испортить одним поколением, потому что это мои утверждения, мои постулаты реализованы. Если сад, моносад, если в нем не представлены самые широкие круги абрикосовых сортов, от простых до роскошных, то этот сад начнет деградировать. Вот. Так случилось с вишнями в Европе. Вот. А если сад смешанный, то наша песня хороша. Вот. Мы, пример, это не мы, пример, у кинологов. Запусти. Благородное семейство этих самых сук, кобелька с улицы, и прощай потом. То же самое. Поехали. Итак. Я пишу. Сеяниц, сеяниц, розин. Неважно, есть название слова, название сортов слова сеяниц или нет. Надо до покупки саженца выяснить, он привитый или не привитый. Даже этого не знают, или так, так я по двое использую, что их надо саженца, когда купил, сразу выбрасывать. Но это уже тема другого разговора. Если питомник продаёт непривитые саженца, то, несмотря на данные в каталоге характеристики, в ряде случаев результаты подношения будут далеки от рекламных. Не в ряде случаев, а чем дальше, тем больше убежать. Всегда будут далеки от рекламных. Плохого в этом ничего нет, но при условии, что непривитый саженец по цене недорог. А продавец честно расскажет и покажет, что у питомника есть прекрасный маточный сад, в котором рядом с деревом этого сорта растут другие сорта абрикосовые, пыляют данное дерево. И в случае, если ваш саженец дойдёт до плодношения, то плоды могут получиться как лучше, чем у мамы, так и хуже. И даже если продавец ещё посоветует, я так делаю, купить больше непривитых саженцев, чтобы в дальнейшем часть из них радовала, часть плюс гарантированное опыление, то это будет не обязательно навязывание товара, а вполне дружеский совет. Больше таких в стране нет. Около 200 питомников и интернет-магазинов присвоили, в скобках украли, мои фотографии роскошных сортов. Вот садов абрикосов, ещё слив, яблонь, груш, абрикосов, персиков и так далее. Так вот, нет у них садов, сколько мы не искали с друзьями, прикалывались над ними, издевались. Сады есть, а сада нет. Так, про академика. Вашу критику академии я стёр, нельзя бить лежачего. Используя разные источники СМИ, пригласил всех и любого учёного, и в 15 московских телеканалов обращался в свой сад, в реальный сад. Количество плодов, ой, количество, вес плодов от 50 до 100 и более грамм, невообразимо. А, ну да, правильно я написал. Количество плодов от 15 до 100 грамм, более невообразимо. Даже трёхлетние абрикосы дали до трёх ведер. Самый скромный по крупности оказался этот гибрид маньчжурца с кем-то. Вот самый скромный. Вот эта фотография, запоминайте эту, и это я отклоняюсь немножко от темы, вот эта вот линейка, она моя фирменная. Она не специально так сделала. Я не знал, что будут эти фотографии воровать. Но Красноярск, два случая. В обоих используется эта фотография. В обоих случаях по-честному написано, что абрикос маньчжурский. В одном случае, да, не привитый. В одном случае, саду 300 рублей. У меня есть это всё зафиксировано, всё это на фотографиях, прям с экрана фотографировал. А в другом случае 800. Потом выяснилось, что это Молдаване, завезли большую партию, а фотографии использовали мою. Откуда им значит, что я фотографировал? То есть мою как? Они её с интернета слям взяли. Там они в общем доступе. Вот. Вот вам фотография номер 1. Видите, он уже слегка окрасился. Это уже не чистый маньчжурец. А как он оказался? Я же специально не выращивал. А так у меня два варианта. Это или совместное проживание прививки и ветки снизу, которая идёт ниже прививки. И получалось, и то, и то плодоносит, и то, и то оказывает друг на друга влияние. Вот. Или это бывало, что привой погиб, погиб. А подвой, что с ним делать? Растёт себе, дальше растёт. И получается вот такие вещи. И вот гадай, или это качество перешли от подвоя, или от того, что её мамка была пылена кем-то. До таких плодов, что у меня самого, до таких плодов, что у меня самого, прививших к чудесам, чуть крышу не снесло. Каждый день рушатся ветки. Дерево справа уже рухнуло. А это на фото, фото номер 2. Ещё нет внимания. С другой стороны, на нём ветка с очень сочными, яркими плодами. Посмотрите, что делается. Молодое дерево. Вот. Вот эти яркие, сочные плоды. Здорово, не правда ли? При ныне, в современных фотоаппаратах, телеканалах, приехало уже 4. Кстати, в тот момент приезжал телеканал «Культура с Москвой». Только как-то репортаж получился бледненький. Мне так обидно было. Я говорю, скажите, что это суперсорта, скажите, что это сенсация мирового значения. Нет, вот были в Железово, вот там это, вот это раз. 95% того, что я рассказывал, руками махал так, такое вдохновение, не попало в это. Ну что за телеканал? Жаловались сами, что телеканалу низкий рейтинг. А тут, представляете, анонс, сенсация, привезли с Сибири. Вот это вот, это ведь то, что вы видите, это самое скромное, что может быть только на свете. Вот эти, я же выбрал, самые скромные фотографии. Следующее, наверное, сделаю про крупноплодный абрикос. При нынешних современных фотоаппаратах телеканала приехало уже 4 и видеокамерах, простые садоводы, едут со всей страны, больше никто из друзей, в кавычках, не осмелится сказать, что это сказки. О, грязи вынес. Интерес же именно у академиков нулевой, а зря. У них денег нет на поездки. Открываю страшный секрет. А ведь специально непривитые не выращивал. Просто так получил. Я сейчас использую вот когда такие вот. А как они такие получили? Говорю, ветром надуло. Я же не ученый. Я могу говорить все, что в голову в голову взбредет. Так. За чистоту сортов в отличие от привитых деревьев не боролся. Садил перемешку, но много. Продолжать? Ладно, продолжаю. Видите, дохода номер четыре. Вот. Вот. Внимательно рассмотрели. Это одноветка. Сделана была она примерно да, 15 лет назад он уже такой был. И сейчас жив старик. Сейчас ему исполнилось 37 где-то. Вот. Вот его величество. Видна только одноветка. Мой патриарх. Я так и называю. Монтвилис патриарх. Тире. Основатель семейства гибридов жердели. Правда, неразборчивые половые связи. И дети, которые в качестве морозотоких подвоев помогли вырастить тысячи роскошных привитых абрикосовых деревьев. Вот. Манжурский абрикос в возрасте 30 лет и урожаем этого года в 15 ведер. Молодости было 30 и более. Знаете, у меня уже после этого в 2016 году что было? Или в 2018? О память. Вот. У соседа вот. Они собрали 15 ведер. Супруг живет за забором сразу. Сеница, Амура. Вот. По возрасту такой же, но по объему кроны в 4 раза меньше. 4 раза меньше. И видно было, что и тот, и этот обильно подносил. И мой, и тот, который в 4 раза меньше объема кроны. С того собрали 15 ведер. А с нашего 20 ведер собрали или 30, а потом уже считать перестали. Я до сих пор не знаю, это бы зафиксировать, и не говорю, что мировой рекорд. Но в Сибирске точно, в Российске точно. Потому что там 15 у соседа за забором Сеница, а это его супруг. А у моего манджурца, ну по виду видно, что в четверо больше. Чисто внешне. Вот так бывает. Никогда специально не доводил Сиенца ни манджурцев, ни культурных абрикосов до плодоношения. А только использовал однотрехлетние саженцы манджурского абрикоса для последующих прививок. Среди оставленных себе имелся десяток, которые в свою очередь имели в скелете привои, или в шукрону из культурных абрикосовых привоев. А они последний скалят погибали или подмерзали и ниже лезли волчки манджурцы. Обленился и решил их не отрезать и не привать, оставить покоя. фото фото 1-2 из этих но сейчас буду говорить о причинах случившегося а то у меня без помощи науки мозги свихнутся. Большинство сеянцев манджурского абрикоса дали урожай на 3-5-й год от рождения. Фото номер 5 наиболее похож на маму но вкуснее и крупнее. Чисто сладкий абрикос. Это уже гибридный. Его уже тоже можно сортом назвать. А чтобы все знали. Уже на следующий год он был невкусный. Вот так. Это надо жар птицы ловить за ход. С него косточки брать и с ними работать. Вот тогда будет супер морозостойкий. Может быть таким путем а кто бы этим занимался. Науки чихать на это все. То есть не чихать она деградировала из-за нищеты. Так вот с него тот год именно взять косточки с ними. И вот он самый морозостойкий в мире культурный абрикос с генами Маджурса. Вот так надо. Уже на следующий год он был невкусный. Второе. Вообще не нашлось одинаковых покус размеров окраски плодов деревьев. Большинство крупнее плоды ярче и слаще. Готовлю полную подборку фото и ролики от ТВ. Род то папа то мама настоящие гигантики. фото номер шесть. Деревце всего пятый год. Брат близнец того, что на фото два. А годом раньше ранее плоды были бледно-желтые и по крупности различались в два раза если было невозможно. Эх, не добили меня родители чистой науки отрицающей вегетативную гибридизацию. А теперь они добьют. Но я им ничего не докажу. ВГ вегетативные гибриды неповторимы и изменчивы. В одном убедился наверняка разгадать, предугадать, предусмотреть, запланировать заранее смешанные сейнцевые гибриды. Это я обращаюсь к телени Александр Савинич, которые могут заставить этим заниматься, планировать. А интереснее покупать лотерейные билеты. Так вот, заранее смешанные и повторяю, в одном убедился наверняка разгадать, предугадать, предусмотреть, запланировать заранее смешанные сейнцевые гибриды с примесью генов от культурного привода крайне сложно. Остается только стоять рядом с умным видом и чесать репу. Вот истинная причина признания. Очень хотелось одним, а затем непризнание ВГ, очень не хотелось другим. Четвертое. У некоторых рослость умеренная, значит, именно в этом качестве родились рядом расположенных культурных пап. Вот номер семь. Пятое. Морозобоины только на трех. Половина, судя по счету плодов, ни в маму, ни в папу. А значит, налицо признаки новых сортов, подчеркиваю, даром никому не нужных. Вот это самое лучшее как бы. Вот сейчас. Дальше. Судя по скелетам, листьям, плодам, каждый год разная краска плодов. Велико влияние привоев погибших последствий. То есть, понимаете, это частично, это не только чистый сианис, это частично вегетативный гибрид. Я это явление на полном серьезе назвал вегетативной гибридацией наоборот. Вот. Наоборот. То есть, не когда подвой влияет на привой, а когда привой влияет на подвой. Но и тут влияние по беспорядочной половой связи из-за земляного пыления. На этом деревеце я глядел с особым интересом. Именно этот малорослый сеянь из мазжурского абрикоса я использовал для получения трех уникальных урожаев неукровенных персиков на нем. Фото на сайте. Затем испытываю нужду в деньгах, в скобках, не для протокола, у меня сожгли на острове промышленный сад. Одним ноябрьским днем срезал с него 50 веток черенков и лучший самый знаменитый персик Сибири до того переживший без укрытия с оргазма зима весной не проснулся. Но подвой пошел в рост. Дал урожай, пусть и без признаков персиковости, но уже без кислоты в плодах. Еще раз на фото 9. Вот он. Он вроде такой же, но уже без кислоты. А я помирать не собираюсь. Этот и еще другие ВГ еще проявят себя. Если у них такое начало, то сколько нам открытие черное готовит? Пример на фото 10. Если приглядеться, можно не сообразил более эффектные фотографии именно этого. Статья писалась лет 6 назад. 5-6 лет назад. Если приглядеться, можно заметить несколько крупных плодов. Вот они справа. Вот они. Вот. Это ветка культурная, а вот это вот как жердель. Видите, светлая ветка. Это дикая. То есть какая она? Она уже не дикая. Но это есть... В общем, читаю. Если приглядеться, можно заметить несколько крупных плодов. Это потому, что справа сзади основной скелет абрикоса бая. А на переднем плане выросшая фактически новая будущая корона из волчка ВГ. То есть ниже прививки. Видимо, разобоенный на привитом крупноплодовой абрикосе не отрезал волчок ниже прививки. И сейчас с удивлением рассматриваем вместе с вами, как он по двое облагородился. Ох, какие у меня в следующие годы есть эффект на фотографии. Ну, ладно. Уже не возвращаться в новый фильм делать. У меня я работаю по интуиции только один раз. Один дубль. Так. И сейчас с удивлением рассматриваем вместе с вами, как он по двое облагородился. Сейчас выражай фактически собран, фактически сгнивая, фактично. Это же какой год был, 16-е что ли? У меня суперрожаи были 13-е, 15-е, 16-е, 18-е. 13-е, суперрожаи. 13-е, 15-е, 15-е или 16-е год это было. Сейчас урожай частично собран, частично сгнивает, косточки из передрелых плодов собираю, мою, сушу и уже начал рассылать. Часть в виде благотворительной помощи, пора о Боге вспомнить, часть за деньги, так как нужно помочь сыну создать лучший питомник и расширить маточный сад. Отдельно собираю косточки кандидатов сорта, отдельно деревья, где зацвели соответственно на 3-4-5-й год. И даже косточки из плодов 50-100 грамм, тоже собираю, на них спрос еще больше, хотя я призываю к умеренности. Хорошо, если специалисты мне скажут, повторять ли именно это свойство ранеспелости собранной кости и межурских гибридов посредствий. Сейчас уже не осталось в России специалистов. Очень долго я вас друзья подводил к теме моростойкости питомников саженцев. Пора подводить итоги на примере моего сада. Но не может питомник гарантировать моростойкость сеянца, если отец менее моростойк, чем обещан покупателю в каталоге. И питомник в этом не виноват. Такова жизнь и людей, и деревьев. Мы ведь тоже не являемся копиями родителей. Примерно разговор с моим клиентом. Вы гарантируете моростойкость косточки, а значит будущего саженца. Мой ответ такой, знаете, могу гарантировать, что вырастив десяток сеянцев и межурских абрикосов, вы в одном-двух случаях, в более северном районе все же получите плоды. Сейчас идет потепление раз, во-вторых, вот эту цифру надо исправлять, красноярские, девногорские плодоносят мои межурцы ну не каждый год, ну скажем так почти каждый год. Более южных два-три случая из десяти возможных. Уточняю, почему я так скромно пишу. Более южных и всего два-три случая. У меня там восемь-девять. Объясняю, почему. Зимние оттепели, а как-то все-таки они к Сибири адаптировались. Зимние оттепели, просыпаются, потом снова замерзает, деревья вернее засыпают. Вот. Такие зимние провокации более южных районах. Получается, что, как сказал Курдюров, Николай Иванович в дополненном серьезе, это разошлось уже по всему интернету, по садовым этим сетям, что повезло Жерезову, что живет в Сибири. Но он имел ввиду, что у нас большую часть болезней, не болезней, большую часть болезнетворных, нет, опять не так, в общем, в ренючих насекомых сажается морозом. На юге расцветает этих самых насекомых пышным цветом, с ними труднее справиться. Так что мне повезло, что я живу в Сибири. Поэтому вот это в южных районах, да, я выбрал такую скромную цифру. в районах малоснежных, засушливых и морозных мой район скобка. В 9, сут через 10, у меня все 100%. Цифры эти весьма условные, так как даю справку. Абсолютное большинство абсолютно здоровых саженцев, не говорю уж о больных с рынка, покупатели губят своими руками. И очень быстро и эффективно всю защиту на годы, проклиная при этом морозе даже 20 градусов. В одной из ближайших публикаций расскажу, что внимание, только большие смешанные сады с десятками лучше сотнями деревьев способны на самозащиту от мороза и болезни. Послесловие. Прошло еще пять лет. Заплодносило последнее поколение нечаянных гибридов манчжурских абрикосов с культурными абрикосами. Подчеркиваю, все фото ниже корня собственных деревья ниже корня собственных на всех фото. Подготовлено к хранению и выращиванию сельцева, то есть к хранению косточек. Видите, он уже не манчжурец, это уже черти что. Вот, посмотрите сюда. О, я сюда случайно вставил амур, да еще привитый, извините, потом я его ликвидирую. Сын абрикоса манчжурского номер четыре, скажите, что это дикарь. Сын манчжурского абрикоса номер пять, скажите, что это дикарь. Они с кислинкой, но их едят аж за ушами трещит. Вот, сам патриарх, он тоже немножко стал чуть-чуть вкуснее. Вот, в отдельные годы с красной даже, с красной даже этим бочком влиянию соседа, то, что я называю терегонией, но это тема другая. Сын манчжурского номер два, но это вообще окрасился. здорово, помните, желтого патриарха? А вот еще, а вот еще, и уже столько, что я уже номеровать перестал. Вот еще, вот еще, а это здорово, да, бедный ребенок. Какой грустный. дед сказал, собирай, а то как все просишь, я тебе не отказываю. Вот так, смотрите, красавцы какие. Вот это скромный манчжур. Сейчас еще кончу скажу, и на этом закончим. продажа костик уникальных абрикосов, имеющих в своей крови, крови, половину или четверг гены манчжурских абрикосов, это уникальное сочетание морозостойкости и совместимости с культурными сортами. Понимаете, что это по двое, на них потом культурные сорта прекрасно приживаются, и потом вся эта роскошь, что вы увидите в следующем фильме. А еще моя возможность выжить и продолжать работу. Уже есть плоды за 100 грамм. В следующем покажу сегодня по типу ой, рассылая костики будущих деревьев, пусть непредсказуемых, но убить которые можно только топором и невежеством традиционной технологии. Отсюда моя просьба раздать этот файл всем друзьям на сайты и в сообщество и даже в научном учреждении. Представляете, до сих пор про меня не знают официальная наука, так как мной собрано уникально или делать вид что не знают, чтобы не работать в этом направлении, так как мной собрана уникальная коллекция в том числе и костик и из ни на 100 не похожих плодов в количестве тысяч штук. Вот это было все у меня добавка. Теперь пару слов. Итак, тот самый патриарх. Вот примерно в этом году мне осталось 3 минуты и это выключится, этот самый выключится. где он у меня патриарх-то? Ага, вот он. Вот такой он был 15 лет назад, так. И вот в это время ко мне костики падали, я их не собирал, потому что они были никому не нужны, вот. Или точнее нужны, но меня не знали. И вот это мне тут обратился ко мне, начал публиковаться Ваулин, вот, Александр Юрьевич, он же исполняющий обязанности директора на тот момент Мяцкого института, официальное лицо, официальное звание, вот, и сказал, пришлите мне саженцев. Я ему прислал сеянцы, маленькие, размером карандаш, которые в щетиной сходили под этим. Вот. Прошли годы, три культурных выслал, привитых, честно, я еще потом ему говорил, потом я буду на вас ссылаться, вы, пожалуйста, не говорите, что это все неправда. Мои абрикосы культурные оказались три раза крупнее ионные, три саженца было культурных, а несколько десятков вот этих сеянцев заказал, маленькие, с карандаш, тяжеленькие. Прошло, прошли годы, после этого вот это все было по его просьбе, вот сейчас покажу, вот это я вот делаюсь по его просьбе, вот что я ему высылал, вот и высылал, так? Именно требовалось манчжурцы. И вот в телефонном разговоре я с замиранием сердца спросил, Александр Юрьевич, вы помните лет там 12 или когда вы там выписывали у меня сеянцы? И с ужасом жду ответ, они живы, директор что-то говорит, отвечает, конечно живы, а какой у них вкус опять с замиранием сердца, да все сладкие, Александр Юрьевич, я вас за язык не тянул, я теперь при каждом удобном случае говорю, потому что кто мне поверит, а у меня они кисло-сладкие в основном, ну, все, сейчас выключится, все, желаю вам удачи, друзья, тем, кто пройдет по моим путем, вот, вот мои данные, до свидания, успехов вам, нелегком труде, а на самом деле, как легко работать в саду, в котором я отменил практически все работы, по перекопке, по, это, по, по обрезке, по, не успею сказать, по заливанию этих абрикосов, терпеть не любят лишнего, в общем, можно иметь, можно иметь праздник в саду, все, друзья, время истекло.